В Ленинском районе продолжается активное строительство храмов. Прежде всего это связано с количеством верующих жителей. Существующие церкви переполнены народом, а в некоторых поселках приходов вовсе нет, как, например, в Битце, сельского поселения Булатниковское. Но по инициативе местных жителей год назад здесь началось строительство храма, и в минувшую среду в нем прошло первое богослужение. Подробности в репортаже Юлии Пагасян. Жителям поселка Битце всегда не хватало своего храма. Они были вынуждены ездить в Москву или соседние поселения. Но мир не без равнодушных людей. И чуть более года назад по инициативе женщин начался процесс подготовки к строительству церкви. Кому бы за помощью они не обращались, никто не отвечал отказом. Помогали все. Так им удалось найти спонсора. И 2 июля минувшего года на месте нынешнего храма прошел субботник по уборке территории. А сейчас уже полностью возведен первый этаж. Мы храм задумали не только как, чтобы нам ходить, было где помолиться, причаститься, детей крестить. А мы храм задумали как центр вот такой жизни, духовной, православной у нас поселки. Чтобы все крутилось вокруг храма. Все общественные дела, все праздники. Из-за того, что идея строительства храма принадлежит женщинам, живущим в поселке Битца, назвать церковь было предложено в честь какой-либо православной святой. А так как прихода во имя святой Марины в России нет, согласовав все нюансы и получив благословение у митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, храм решили строить в честь святой великомученицы Марины. Хотелось бы людям сказать, чтобы каждый стремился почитать того святого, и которого он носит. К сожалению, в современности мы чаще встречаем, что люди знают достаточно много о том или ином, к сожалению, знаке зодиака. А вот о своих святых, о которых необходимо знать нам в первую очередь их житие, мы знаем мало. Будем стремиться к тому, чтобы узнать о них побольше, и действительно подражать их образу жизни. Первое богослужение в храме решили провести в его престольный праздник, а именно в день именин святой Марины. На утреннюю службу пришло много людей. Они давно ждали этого момента. После службы прихожане могли исповедаться и причаститься. Мы так ждали давно этого прихода. Мы прямо с утра уже сюда пришли. Очень благодарны тем людям, которые все это создали, которые помогали построить, спонсорам и, конечно же, батюшкам, которые будут у нас постоянно здесь находиться. Помимо самой церкви здесь будет выстроена трапезная и воскресная школа. Местные жители очень ждут это учебное заведение, потому что многие родители стремятся приучать детей с малых лет к вере. Все веруем в Бога мы и желательно, конечно, хотим, чтобы внуки тоже веровали, чтобы ходили. После службы батюшка пригласил всех прихожан к столу. Он благословил трапезу в честь памяти великомученице Марины. Юлия Погосян, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.